МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 20.00 в Украине. В эфире подробности о главных сегодняшних событиях расскажут мои коллеги в суде Натальи Белышева. Смотрите в выпуске. Кто каникулы продлил, кто мандаты положил. Пятничная рада. А люди ты при чём? А все эти приют. Гуляй. Больше убеду меня, я своей жизни не люблю. Новое обвинение Надежды Савченко. Гентарные войны. Что изменится после принятия нового закона? Чем закончился митинг против застройки зелёной зоны? Отставка премьера, страсти по мальдивскому отдыху и телефонная зависимость. Обо всём этом сегодня говорили в парламенте. Собирается ли премьер уходить и кто уже распрощался с депутатским креслом? Елена Зорина подробнее. У депутатов сегодня настроение совсем не рабочее. То ли пятница, то ли подготовка к предстоящим майским праздникам на них так повлияли. Но собраться в зале они не могли аж целых 20 минут. В полупустом зале почти все министры, давно не захаживавший сюда премьер. Шановные коллеги, нас недостаточно для начала работы. Я очень прошу, перезвонить знакомым, перезвонить коллегам, чтобы заходили в зал. В кулуарах депутаты оправдываются, коллеги не прогуливают о пределе. Все на книжковом арсенале. Близко 30 человек в СССР, близко 10 человек официальная делегация в Японию. А наши деды не поехали? То ли звонок другу помог, то ли иные методы, но депутатов становится больше. Спикер начинает с минутки воспитания, обещает о прогулах и провальных голосованиях рассказать всем. Будут полностью в онлайн режиме оприлюднены все відвідувания народных депутатов. Для непрогульщиков из Кабмина цветы, а не для министра финансов. У Натальи Яресько день рождения. Сегодня питание министра финансов не злеем. Слово берет премьер, говорит о децентрализации, в субсидиях традиционно обещают реформы. Поделим и добавим социальные стандарты. Но дайте сначала возможность запустить экономику. Когда вы пойдете в добровольную отставку, возьмите листочек, руку и запишите, чтобы вы не забыли. Вы меня никогда не забьете с того шляху, на который я стал. Без ручки и бумаги избранник идет к премьеру. В парламенте Яценюк надолго не задерживается. Спустя 25 минут уходит, депутаты негодуют. Другой раз поспіль приходится обратиться к пустому месту. Хай он ответит, куди делится миллиард долларов, которые он сам возвратил, которые он передал в ДНР, так называемый ЛНР. Когда он будет платить 10 тысяч гривен из своего маятка в месяц, податку на розкиш. На реформе лишился час только до липня. Потому что в липне, последний день этой сессии, после этого начинаются выборы. Не о реформах, а о безопасности в стране на майские праздники уже рассказывает министр внутренних дел Арсен Аваков, читает с листка заготовленные вопросы и сам на них отвечает. Говорит организаторов, сомнительных акций вычисляют через соцсети. О праздниках говорят и в кулуарах, но больше о вчерашнем скандале. Пока парламентарии искали голоса, кто-то договаривался о туре на Мальдивы. Отдых стоимостью более 200 тысяч гривен планировал депутат фракции «Самопомощь» Андрей Мирошник. Сегодня он уже не в СМС, а в заявлении написал, сдает свой мандат и возвращается в бизнес. Чтобы Мирошник перестал быть депутатом, его коллеги за это еще должны проголосовать. Но такого вопроса сегодня в повестке дня не было. А пока в парламенте задумались, не избавить ли вовсе депутатов от СМС-зависимости, по крайней мере, во время заседаний. Я, мабуть, внесу законопроект, чтобы обмежать использование мобильных телефонов в протяжении работы. В понедельник зарегистрироваться в законопроект. В праздники все как один обещают работать. Правда, где не уточняют. Перед тем, как разойтись, в полупустом зале меняют свой календарный план. Так, чтобы собраться здесь снова не 5, а 8 мая. О своих претензиях к премьеру заявил сегодня еще один нардеп. Сергей Каплин уже обратился в Генпрокуратуру СБУ и к президенту. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке. Мені стало відомо, що уряд України через підконтрольні структури купує вугілля у ДНРівців і ЛНРівців. І ви розумієте, що ці кошти фактично потім направляються на закупівлю зброїв. Сьогодні я направив депутатське звернення до Генерального прокурора України, до керівника Служби безпеки України і до президента України з тим, щоб було початок кримінальне провадження по фактам фінансування тероризму з боку Арсенія Яценюка і Кабінету Міністрів України. Провести успішні реформы і розстроити деструктивні плани Путина. Вот що главное для України, так считає текст-посол США в Росії Маккл Макфолу. В інтерв'ю «Української правди» он сказав, що провал реформ – первоочередна задача російського президента. Тепер дело за Україну – доказати, що страна на верному пути, несмотря на противодействие Путина. Україна теряет 10 лет экономического развития. ВВП на душу населения составляет лишь 9% от всех стран ЕС. Такой показатель соответствует уровню беднейших стран мира. Об этом заявила Ирина Акимова, директор аналитического центра новой социальной политики. Она призвала власти принять безотлагательные меры, чтобы стабилизировать экономику. Самым главным шагом вперед был бы показ конкретних результатов в борьбе с коррупцией. Мы дотенизируем экономику в результате борьбы с коррупцией и получим дополнительные там от 100 до 200 миллиардов. Янтарный сдвиг. В первом чтении Верховная Рада приняла законопроект, который легализует добычу солнечного камня. Что действительно изменится, если закон примут в целом? Подробнее из Ривна и Нобелецкая. Перекрытые трассы, стрельба, разбитые автомобили, побитые милиционеры и миллиарды мимо бюджета. В украинском Полесье в последние годы идет настоящая война за Янтарь. На месторождениях всегда много людей в камуфляже и с оружием. Среди них и бойцы с шевронами добровольческих формирований. Идти служить местные не спешат. После Евромайдана, когда смотрящих от семьи Януковича изгнали, главный хозяин здесь до сих пор не появился. Сменились два начальника милиции области, но навести порядок не смог ни один. В районе судимых уже за незаконный выдобуток бурштину я даже не хочу сказать, сколько очень много. Надо его легализовать, дать людям дозволь, деньги, чтобы действия шли в бюджет. Когда наша громада борется за то, чтобы легализацию сделать, нам не дают. Вот так, перекрывая трассы, пикетируя райотделы и администрации, старатели весь прошлый год требовали легализации. Им обещали, все от губернаторов до кандидатов в нардепы. И вот Верховная Рада наконец принимает законопроект. В первом чтении 234 голоса за. Сегодня в лесах, как уже попередно сказали, глядят наши люди. Сегодня нет ни одного подстава или закона, чтобы иметь возможность легально добывать эти камни. По идее, авторов документа на смену старателям должны прийти артели. Абсолютно официальные. Эти люди должны официально работать. Они имеют статус коммунального предприятия. Приватные не должны работать, только коммунальные предприятия. Местная влада выдаёт им дозволь, значит, и вы тут работаете. Вы сплачете соответствующий податок до местного бюджета. Далее, значит, все, что вы добываете, должно продаваться через бурштинную биржу. Противники закона уверены, он только усилит коррупционную составляющую в янтарном бизнесе. Мол, будут созданы монополисты, коммунальные предприятия, которые будут выдавать разрешение на добычу. И одна янтарная биржа. Авторы законопроекта убеждают, этот документ единственный способ остановить беспредел. О недочетах знают и обещают исправить. Даже у меня есть очень много внимания к законопроекту. На самом полиции положение законопроекта изучить не успели, но большинство старателей хотят работать легально и платить налоги. Ведь отчислять круглые суммы всё равно приходится только в карманы крышевателей. А пока народные депутаты раскачиваются и спорят, поможет ли новый законопроект справиться с коррупцией, всё больше территории Полесья напоминают лунные пейзажи. В госказну не поступают ни копейки, а дорогой янтарь уходит за границу. Инна Белецкая, Екатерина Лысенко, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. И о ситуации на востоке страны от Попасной до линии столкновения всего километр. Уже больше месяца там спокойно. Как город возвращается к жизни, видела Ирина Баглай. Мы летаем, а вот это наши домики. Потом мы прячемся. Они играют в бабочек во дворе детского сада. Два месяца назад сюда попал снаряд, выпущенный со стороны оккупированного Первомайска. Уже месяц в Попасной тихо. И в детсад возвращаются дети. Малыши уже забыли звук выстрелов. Не боятся и военных, которые патрулируют город. А солдаты встречаете? Да. Не боитесь их? Нет. А почему не боитесь? У них на технике такой страшной юзбят. Потому что это нас. А вот взрослые на стороже, хотя не покладая рук, стараются восстановить детский сад. Субботник тут каждый день. Мы подготовили участки для того, чтобы гулять с детьми. У нас все мы поубирали, стекла убрали на тех участках, где дети гуляют, осколки. Я вышла с ними, их четверо. И у меня все время, знаете, такое чувство, чуть шоиха в охапку и в здание, в деду подвальное помещение. Если уже будет полностью мирно, все, товарищи, уже мир. Вот тогда вот это, уже мы расслабимся. Не расслабляются и военные. На этом направлении уже давно не слышно артиллерийской канонады. Но противник время от времени подходит и простреливает позиции армейцев. Всего в километре отсюда окопа боевиков. Сейчас из них со стороны поливают, потому что, ну, там железнодорога, железнодорога, трансейная рыба. Но мы ответку не даем, держимся военной солидарности. Потому что мы нарушим, опять носится хаос. Порядок у военных и в хозяйстве. Что будет дальше, не загадывают. Самый старший, как его зовут здесь военный Михалыч, как отец. Дома уже внуки ждут, на фронт пошел добровольцем. И пока нет причин вставать к своему пулемету, занялся посевной в окопах. У нас в городе все растут свои, выращиваем цибульку, чесночок, радийску. Так что, трошки для себя овощи запускаемся. Бойцы здесь, как и мирные жители, надеются, война в Попасную не вернется. Они ждут встречи с родными, а пока, чтобы было о ком заботиться. Завели армейскую любимицу, француженку Беню. Это чисто собака для души. Гавкает, гавкает, охраняет нас. Ночью к нам никто не заходит, потому что собачка не пускает. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Василий Сачук. Подробности телеканал Интер. Ирина Баглая прямо сейчас с нами на связи. И раздравствуй, что еще тебе стало известно в течение дня? Здравствуй, Наташа. Вот пока мы были на позициях военных за Попасную, услышали несколько разрывов, непривычных для этого сектора в последние недели. Но, как оказалось, это был самоподрыв боеприпасов боевиков в районе Дебальцево. В целом же на Луганском направлении спокойно. По информации разведки, на оккупированной территории там боевики скапливают технику, танки и пехоту. А вот в Песках, в районе Донецкого аэропорта, боевики сегодня снова вели огонь из минометов, стреляли и по жилым домам в соседнем поселке Опытном. По предварительной информации, жертв среди населения нет. Там по-прежнему проживает 60 людей. Ночью боевики снова пытались атаковать позиции сил АТО, но безуспешно. И вот буквально перед моим включением стало известно, что боевики открыли массированный огонь по Пескам вот буквально сейчас, в данную минуту. Наташа. Спасибо, Ира. Ирина Баглай с последними новостями. И чуть позже у нас будет материал Руслана Смещука. Он работает в районе Мариуполя. И теперь о тех, кто остался в оккупированных Донецке и Луганске. Давайте послушаем местных жителей. Цены очень дорогие. Для местных жителей Станицы Луганска, и на Гава отмечается, что, допустим, люди из Луганска приходят и скупают все товары, потому что два раза дешевле. Десять месяцев не платят пенсии. Я больная, мне нужна на лекарственные деньги, а пенсии нет никакой. Сегодня же первый день ЗНО в Украине. И вот много автобусов не выпускают из ЛНР. Как видишь, что это большинство детей, которые явно документы при себе имеют для получения штата, чтобы потом попасть в украинский вуз. Разворачивают автобусы на них в постах ЛНР. Участились случаи голодных обманков, но в основном это касается пенсионеров. Я гулял с ребенком, пробежал молодой человек в форме, говорит, хотите дать интервью для нашего канала? Я говорю, да нет, спасибо. Что хоть хотели спрашивать? Ну, вот якобы там с детской площадкой военная база у них. Как вы относитесь к тому, что военные, вот, возле детской площадки? Как можно относиться, если рядом с детской площадкой воинская часть боевиков? Ну, как бы, зачем задавать такой вопрос, где негативно к этому относятся? Судебное дело в отношении Надежды Савченко рассыпается на глазах. Сегодня летчицы, помимо причастности к смерти двух российских журналистов, предъявили новые обвинения. Что на этот раз придумали следователи? Подробнее Вениамин Трубачев, он в Москве. Ровно в два часа дня представители следственного комитета приехали к зданию изолятора «Матросская тишина». Именно здесь удерживают Надежду Савченко. Сегодня ей предъявили новое уголовное обвинение. Это незаконное пересечение государственной границы. Адвокаты Савченко считают, что более нелепую историю придумать сложно, ведь известно, что ее похитили на территории Украины и насильно вывезли в Россию. Также сегодня следователи целиком сформулировали фабулу обвинения, которая у защитников Савченко тоже вызывает недоумение. Ее обвиняют в том, что она корректировала огонь по месту, которое с такого расстояния большого, в принципе, видеть не могла. Вы вдумайтесь в это. Из стукаловой балки, где я залезла на вышку, на 40 метров, и в бинокль наблюдала за местом, нахождением, расчетом минометным, где находились российские журналисты. На расстоянии 2 километра 630 метров. Большего безумия я в своей жизни не видел. Адвокаты по-прежнему настаивают, что Савченко должна быть немедленно освобождена, потому что все обвинения в ее адрес несостоятельны. Накануне об этом громком деле высказался и Сергей Главров. Глава российского МИДа сказал, он не исключает освобождение Савченко по амнистии, предусмотренной минскими договоренностями, однако не уточнил, когда именно это может произойти. Если суд решает, что она не виновна, тогда вообще вопросов никаких не возникает. Если суд решает, что она виновна, тогда она, наверное, будет подпадать под амнистию, если я вот так сейчас могу истолковать минские договоренности. Защитники Савченко, наученные горьким опытом российского правосудия, не склонны верить таким заявлениям властей. Напомню, в СИЗО надежда находится с лета прошлого года, и вот следующее судебное заседание должно состояться 6 мая. Вениамин Трубачев и Олег Неведомский. Подробности, телеканал Интер, Москва. Польша отказала во въезде путинским байкерам. Министерство иностранных дел направило посольству России в Варшаве соответствующую дипломатическую ноту. Ночные волки намерены начать свой пробег, приуроченный ко дню победы над нацизмом, завтра. Маршрут проходит по Беларуси, Польше, Словакии, Чехии, Австрии, а завершить акцию они намереваются 9 мая в Берлине. Польский МИД объяснил свой отказ основателям московского антимайдана тем, что группа вовремя не предоставила информацию о своем маршруте. Тем временем в Германии разворачивается новый шпионский скандал. Правда ли, что немцы помогали американцам шпионить за объектами в Европе, и уйдет ли теперь в отставку главный разведчик Германии? Татьяна Лагунова из Берлина. Подробнее. Этот шпионский скандал не только громкий, но и курьезный. В Германии еще хорошо помнят, как немецкие политики возмущались тем, что американцы следили за всеми вся. Мол, как можно, даже Ангелу Меркель прослушивали. И вдруг выясняется, что шпионить за европейцами агентству национальной безопасности помогали немецкие коллеги. Да-да, именно так. Причем сами этого не подозревая. В рамках совместной борьбы с международным терроризмом Вашингтон направлял немцам запросы. Так называемые селекторы IP-адреса или телефонные номера объектов, за которыми нужно следить. Немцы просьбы выполняли и отсылали данные назад в Вашингтон. Что это за запросы, никто особо не вникал. Проверили их только после разоблачения Эдварда Сноудена. И оказалось, как минимум несколько тысяч не имели никакого отношения к борьбе с терроризмом. Среди объектов слежки были политики и крупные европейские концерны, в том числе и оборонные. Немецкая оппозиция уже потребовала отставки главы Федерального разведывательного управления. Правящая коалиция пока молчит. Официальный Берлин сообщает, Ангела Меркель в курсе и распорядилась провести тщательное расследование. И если нужно, реформировать спецслужбы. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Крепкие бритоголовые молотчики в камуфляже, без опознавательных знаков, стычки и разбитые стекла. Милиция не вмешивается. Это не антимайдан и не рейдерский захват предприятия. Это адвокаты собрались на съезд избирать членов Высшего Совета Юстиции. Подробнее Максим Кошелев. Вокруг дома кино сегодня толпятся крепкие мужчины. Кто-то в спортивной одежде, кто-то в камуфляже без знаков различия, а кто-то в темных пиджаках. Но все они охраняют здание, где в тот момент проходит съезд украинских адвокатов. Причем охраняют тоже от адвокатов. По случайному стечению обстоятельств на съезд уже не первый раз не могут попасть представители киевской адвокатуры. Киевская делегация не зарегистрировалась на съезде в Мукачево. Соответственно, это не новый съезд. Это продолжение съезда, который уже начался. Поэтому их сюда не пускают. Они не зарегистрированы, соответственно, у них нет мандатов. И голосовать бы они все равно не смогли. Большинство тех, кого в зал пустили, ничуть не смущены, что судьбу представителей адвокатуры в Высшем Совете Юстиции решают без представителей столицы. Мол, чисто математически квором-то есть. Да и отсутствуют в зале, дескать, не только адвокаты Киева. Киевские адвокаты говорят, их квоту незаконно снизили еще накануне съезда. Просто лишили регистрации. Об этом журналистам рассказали их коллеги, призывающие съезд прекратить внутри адвокатские разборки, остановить нынешний съезд и провести новый. Максимально прозрачный и без политики. Я считаю, что это была серьезная правовая провокация, потому что за один день с реестра адвокатов в Украине возникло 10 тысяч адвокатов. Те люди, которые пытаются протягнуть своих кандидатов, осуществляют, что Киев не будет голосовать, не будет поддерживать, поэтому сегодня Киев не допустили. Мы проводим съезд в третий и третий раз за этим стоять в политике. Уже понятно, что результаты сегодняшнего голосования на съезде будут оспаривать в суде. В том числе и потому, что часть адвокатов не пустили на съезд. Но самое странное в сегодняшнем конфликте то, что лучшие юристы страны для цивилизованной процедуры голосования используют примитивную физическую силу безымянных тетушек. Максим Кошелев, Павел Лысенко, подробности телеканал Интер. Денежная компенсация вместо наказания. Какую сумму получил закарпатский судья, отлеживаясь на больничном во время расследования ДТП, в котором по его вине погиб человек. Марина Коваль подробнее. Это фото с места аварии. Трасса Киевчоп. Лобовое столкновение. Джип вылетел на встречную и прямо в семерку. Обе машины в смятку. Водитель «Жигулей» погиб на месте. За рулем внедорожника глава Перечинского райсуда Виктора Морович. Пьяный, говорят активисты, которые приехали на место аварии и сопровождали судью в наркодиспансере. Судью не отстранили от должности даже на время следствия. Сразу после аварии Амарович ушел на больничный на целых три месяца. Затем, как ни в чем не бывало, вернулся на работу. И получил от государства немалую сумму, рассказывают активисты. Ликорняне – это 50 тысяч и 12 тысяч гривен. Плюс додатковую материальную допомогу – 12 тысяч гривен. Это близко 80 тысяч гривен материальной допомоги. Это кроме зарплаты. Его вклад обычно становится 20 тысяч гривен. Суде подтвердили, Амарович продолжает работать. Правда, его понизили. Он уже не глава суда. Насчет материальной помощи, говорят, все законно. А вот выговоров за ДТП со смертельным исходом не выносили. А кем они могли быть застосованы? Активисты говорят, что судьями было состояние алкогольного спьянения. Я думаю, что все крапки над «и» расследование справит. Расставить точки над «и» прокуратура не спешит. Расследование длится уже девятый месяц. Даже подозрение в совершении ДТП Амаровичу не предъявлено. Призначено и проведено понад 20 судовых экспертиз. На данный момент в криминальном проведении продолжает проведение повторной и комплексной автотехнической экспертизы. Привлечь судью к ответственности будет непросто, говорят в прокуратуре. Если следователи все же соберут доказательства его вины, огласить подозрение Амаровичу по закону может только генпрокурор или его замы. Затем Верховная Рада должна снять в суде неприкосновенность. И только тогда его смогут отдать под суд. Какой и в какой области определят в Высшем Совете Юстиции. Так поступают, чтобы вердикт был объективным. В той аварии погиб муж Галины, молодой парень, юрист. Двухлетняя дочь растет без опыта. Хотелось больше беспроводливости. Хотелось, чтобы людина понимала, что за свои причины она должна ответить. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. Скандал на полтора миллиарда гривен. Деньги от продажи изъятого топлива беглого Сергея Курченко исчезли. Кто пытается прибрать к рукам схему окружения Януковича и поделить нефтерынок? Расследование подробностей. Неизвестные в масках. Автоматы, дубинки. Больше года прошло с тех пор, как бывшие приближенные Януковича стали беглецами. Но их дело живет и процветает. Под новыми покровителями. Есть высокопоставленные чиновники, которые заинтересованы в деребании этого нефтепродукта. Речь идет о топливе на полтора миллиарда гривен, который оставил беглый младомиллиардер Сергей Курченко. Еще в прошлом году правительство решило нефтепродукты продать, а деньги в бюджет. Тогда Приморский суд Одессы арестовал 80 тысяч тонн нефтепродуктов Курченко на Одесском нефтеперерабатывающем заводе. И постановил передать их госкомпании Укртранснефтепродукт. В тот же день на предприятие ворвались неизвестные в масках. Зеленые человечки, кому они подконтрольные, кому они подчиняются, чьи поручения они, указания выполняют, нам неизвестно. Бойцы с нашивками батальона Днепр якобы должны были охранять бензин. Но вместо этого его сразу начали вывозить в неизвестном направлении. Через эти ворота завода бензовозы ездят днем и ночью. Вместо государства топливо отгружают частным фирмам. А для кого вы загружаетесь топливом? Для себя. У вас есть накладные какие-то, да? Ну, на плане. Тогда же арестованные нефтепродукты начали активно вывозить из Херсонского нефтеперевалочного комплекса. А это Васильков, нефтебаза «Восток». Такой же захват. Во время очередного штурма нефтебаза уже в Житомирской области милиции удалось задержать несколько нападавших. Показания в те признались. Захват производили в интересах некой группы компаний «Факта». Ее владельцы – бизнесмены братья Тищенко. По странному стечению обстоятельств, именно им «Укртранснефтепродукт» продает арестованное топливо через компанию «Укройлпродукт». Известно, что менеджеры «Укройлпродукта» и «Укртранснефтепродукта» ранее работали в структурах группы компаний «Фактор», известного на рынке оператора рынка, поставщика нефтепродуктов. Со владелец «Фактора» Сергей Тищенко – давний бизнес-партнер, экс-главы департамента «Минэнерго» Андрея Байчука. Именно Байчук курировал работу «Укртранснефтепродукта». После того, как эти схемы появились в прессе, ушел с должности. Многие эксперты считают его ставленником одного из народных депутатов. Есть серьезные основания, и в экспертной среде это обсуждается, что господин Байчук связан с господином Пашинским. Несколько сотен тысяч тонн нефтепродуктов, которые были арестованы на Одесском НПЗ, на Херсонской нефтебазе. По крайней мере, часть этих нитепродуктов была реализована через структуры, которые контролируются или близки к господину Пашинскому. И с высокой степенью вероятности они могли попасть и реализоваться через сеть БРСМ. Сеть заправок беглого министра экологии Эдуарда Ставицкого, который сейчас безбедно живет в одном из элитных районов Тель-Авива и даже стал гражданином Израиля. Еще в прошлом году Укртранснефтепродукт просил прокуратуру разрешения взять под контроль часть его заправок. Тогда же против БРСМ открылись десяток уголовных дел. Одну подожгли, но все замяли. АЗС успешно работают. Сам Пашинский заверяет, не имеет к этому ни малейшего отношения. Кто стоит за рейдерскими захватами нефтебаз? Где деньги от продажи арестованного топлива? Знаком ли он с Андреем Бойчуком? Услышав эти вопросы, народный депутат просто убежал. Если схемы, о которых говорят эксперты, удастся доказать, речь может идти о хищениях на очень крупную сумму. Сумма более миллиарда гривен. Вот по рыночным ценам на момент, скажем так, ареста этих нефтепродуктов, это большой вопрос. То есть попали ли эти деньги в бюджет? Ну, очевидно, что нет. Под некой маской заботы о государственных интересах частные компании, по сути, получили доступ к ресурсу, который был потом реализован по рыночной цене. И очевидно, что вся прибыль, или большая часть прибыли, ну, за вычетом налогом, а также осела на определенных счетах. В пользу частных компаний все разбирается просто по карманам, по большому счету. Мы считаем, что происходит воровство. Только под прикрытием, даже трудно сказать, кого, государства, либо каких-то финансо-промышленных групп. По данным наших источников, по этой же схеме сейчас реализовываются конфискованные нефтепродукты с полтавской нефтебазы. Кто за этим стоит, вопрос к прокуратуре. Оксана Григорьева, подробности, телеканал Интер. Ситуация на Мариупольском направлении. Результаты экстренного саммита ЕС в Брюсселе и предотвращение терактов в Ватикане. Об этом буквально через несколько секунд. Чернобыльцы Житомирской области требуют вернуть льготы их детям. Говорят, за прошедшие два года бесплатное питание в школах сократили вдвое, а теперь и вовсе оставили детей без него. Чернобыльские организации Житомирской области вместе с нардепами подготовили законопроект. Он должен вернуть все права и гарантии. Все фракции парламента дали согласие, что они за него проголосуют. Там восстанавливаются выплаты и по зонам, восстанавливаются выплаты на питание, на оздоровление деток, на статус вдовы чернобыльца, на статус ребенка чернобыльца. И снова о ситуации в зоне АТО. На Мариупольском направлении сократилось количество обстрелов в Широкине, но сегодня боевики стреляли в районе Мирного и Гнутова. Связь с Русланом Смещуком, который там находится, постоянно прерывается, но он успел передать нам материал. Давайте посмотрим. Передовые позиции украинской армии. Район поселка Мирное. Добраться сюда легче всего на бронетехнике. Периодически на горизонте слышны разрывы. Работает артиллерия боевиков. Это все идет с той стороны. С той стороны Тельмана. Вот, ремит. Стреляется всего вплоть до 150 метров миномета. Наши военные рассказывают, в последнее время наблюдают повышенную активность боевиков, поэтому на всякий случай готовятся отражать наступление противника. Врасплох этих солдат не взять. У них есть свое секретное оружие. Его зовут Боцман. А это уже позиция украинской армии между поселками Гнотово и Павлополем. Тут уже несколько недель не было массированных обстрелов, но вчера противник задействовал запрещенное оружие. По словам военных, боевики, скорее всего, били по украинской колонне. Большинство мин упали на дорогу. В этот раз обошлось без пострадавших. Кроме того, в последние несколько дней в Мариупольском секторе активизировались дроны-разведчики. Все это вынуждает военных находиться в постоянной боеготовности. Максим Кошелев, Руслан Смещук, Александр Данилов. Подробности телеганал Интер. Петр Порошенко недоволен обеспечением соцзащиты демобилизованных участников АТО. Об этом глава государства заявил во время совещания с губернаторами. Президент акцентировал внимание на необходимости скорейшего обеспечения жильем семей погибших военных. Руководителям областей поставлены четкие задачи и сроки для их выполнения. Порошенко также выразил недовольство бюрократии на местах по отношению к воинам-участникам АТО, у которых постоянно возникают сложности с трудоустройством. Вчера мы рассказывали о столкновении на станции метро Сокарки. Сегодня знаем больше подробностей, почему местные жители опять снесли забор на стройке и как развивались события. Дальше Ольга Теребинская подробнее. Вечер четверга. Около столичной станции метро Сокарки несколько сотен местных жителей недовольны застройкой зеленой зоны. Спустя полчаса спокойный митинг превращается в массовую потасовку. Как только активисты начали ломать строительный забор, с другой стороны полилась пена из огнетушителей. Между противниками застройки и теми, кто ее якобы охранял, стеной стали правоохранители. Но успокоить людей так и не удалось. И за считанные минуты забора не было, а стройплощадка горела. Самые активные как с одной, так и с другой стороны разбежались сразу. А вот и пострадавшие. Нескольких человек, в том числе и правоохранителей, отвезли в больницу. Большинство с порезами от забора. Есть ранения и посерьезней. С порядка шести ранений, ну не знаю, из какого оружия, из огнестрельного оружия, но раны не проникают. Около десяти человек. Это со стороны штатских, со стороны правоохранителей порядка пяти-шести человек. По подозрению в хулиганстве тут же задержали двух человек. Они до сих пор райотдели. В столичной милиции сообщили, возбудили три уголовных дела. Хулиганство, нанесение телесных повреждений милиционерам и вымогательство. От представников забудовника надошла заява, что до них обратились неведомые люди, которые погрожали и вымогали деньги. И когда представники забудовника отмогли надавать винограду, то начались сутки. Столкновения на этой же стройплощадке не впервые. В прошлой осени также сносили забор. Местные жители уверены, строительство торгового центра здесь незаконно. У забудовника нет контрольной карты. Контрольная карта выдается департаментом, благоустью. Когда они начинают забудовывать? Прибывший на место представитель застройщика заявил, все документы есть. После первого разгрома провели общественное слушание и учили все пожелания местных жителей. Мы признали свою ошибку, что не было коммуникации с жителями. Таких обсуждений было порядка восьми. Было определенное усовершенствование проекта сделано. В госархитектурной инспекции говорят, претензий к застройщику нет. Все документы получены еще в ноябре. С тех пор ничего не перепроверяли. Для проверки должны быть представлены. На сегодняшний день это обгонтованное заявление физических людей про порушение забудовниками их законных прав. Скарг не надходил. Сейчас на том же месте все спокойно. Остатки заборов убрали. Никаких строительных работ. А активисты еще вчера заявили, судиться застройщиком не будут. Понимают, что проиграют. Но подобные заборы обещают сносить постоянно. Ольга Теревинская, Даниэль Косаковский, Игорь Сюли. Подробности телеканал Интер. Страсти бушевали сегодня и в окружном админсуде Днепропетровска. Там не смогли начать рассмотрение иска о восстановлении в должности бывшего исполняющего обязанности мэра Днепропетровска Максима Романенко. Напомню, за его отстранение депутаты гурсовета проголосовали в начале марта. Романенко уверен, что делали они это под давлением и намерен восстановиться в должности через суд. На сегодня было назначено первое заседание, но под стенами суда собралась толпа активистов и люди в камуфляже. Пустить их в зал судья категорически отказался, после чего они выломали дверь. Судью заставили написать самоотвод, поскольку ранее он работал вместе с Романенко в одной структуре и, по мнению активистов, не может быть объективным в рассмотрении этого дела. Отказать значит спасти. Австралийцы, которых так критиковали за жесткость в отношении нелегальных мигрантов, сегодня указывают Европе, что эта жесткость спасает жизни. Что решили европейцы на экстренном саммите по вопросам мигрантов, подробнее София Гордиенко из Брюсселя. Эта программа на местном телевидении выходит уже 15-й сезон и бьет все рекорды популярности. Бравые пограничники проверяют багаж, ищут контрабанду и выявляют потенциальных мигрантов, которые прикидываются туристами. На каком языке вы разговариваете? На китайском? С недавних пор проехать в страну по туристической визе или с поддельным паспортом стало намного надежнее, чем по морю. 28-й премьер-министр Австралии, англичанин по происхождению Тони Эбботт в своей предвыборной кампании обещал бороться с нелегальной миграцией. Удивительное для политиков дело. Слово свое сдержал. За 4 года до того, как поменялось правительство, у нас было более 50 тысяч нелегальных мигрантов. 12 тысяч человек трагически погибли. Оставшиеся получили Голливуд. Обеспечение, мобильные телефоны. Но теперь, если вы приехали в страну по морю, вы здесь не останетесь. И теперь Австралия, назло всем гуманитарным международным организациям, лодки с мигрантами просто возвращает в Освояси. Гуманитарные организации правительство страны критикует, а им показывают вот такие кадры. В черту Австралию. Помните 11 сентября в США? Это одна из лодок с разгневанными мигрантами, которые австралийские военные корабли развернули и отправили назад. Да, мы никого не пускаем, говорит европейцам Эббот, зато у нас по дороге никто не умирает. В Австралии, как и в Канаде, существуют квоты на миграцию. Хочешь лучшие жизни? Заплати несколько тысяч долларов, заполни анкету и приезжай. Таким образом, австралийцы хотя бы понимают, кто к ним едет и зачем. Но в Европе принятие решений, особенно таких радикальных, это слишком трудоемкий процесс, требующий согласия и ратификации всех стран. А потому черный морской трафик из Африки в призрачную страну Эльдорадо продолжается. Переполненные лодки, спасательная операция, лагерь для мигрантов. Откуда выбраться уже намного проще, чем с родины. Вот очередная группа тунисцев покидает лагерь, и теперь они на свободе. Вчерашний саммит, на котором решали, что делать с мигрантами, закончился ничем. Долгие споры, обещание усилить протрулирование Средиземного моря и встретиться снова в Брюсселе в июне. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности, Европейское бюро телеканала Интер. В Великобритании малыш двух часов от роду стал самым юным донором органов в мире. Об этой истории стало известно только год спустя. Почему? Светлана Чернецкая из Лондона. Он прожил меньше двух часов, но спас жизнь другому человеку. Малыш Тэди, один из близнецов, родился с внутриутробным пороком. Анэнцефалия – это когда полностью или частично отсутствуют большие полушария головного мозга. Страшный диагноз родителям сообщили во время беременности. Предупредили – ребенок не выживет. Мы отказались от аборта. Подумали, даже если сын проживет одно мгновение, если несколько минут, это будет самое драгоценное время для нас. Он был очень сильным, когда Джесс его носила. Постоянно двигался. Мы понимаем, что его жизненный путь не может закончиться вот так, не начавшись. Должно быть какое-то предназначение. Уже через 8 минут после того, как сердце новорожденного перестало биться, его здоровые почки изъяли для пересадки. Хоть и в 30 раз меньше, органы обрели новую жизнь в теле взрослого мужчины, страдающего почечной недостаточностью. Это шанс для сына продолжать жить в другом человеке. То, что врачам удалась эта операция – Божье благословение для нас. Так нам легче смириться с тем, что его нет. Невероятная история и младшего сына родители поделились только год спустя, когда стало понятно, что рецепиент здоров и чувствует себя отлично. У него сейчас 4 почки. Две растущие и развивающиеся, и две свои, больные. Их вскоре удалят. Сами Джесс и Майк сейчас тратят много времени на интервью и прямые эфиры. Рассказывают, как смогли превратить самую большую трагедию семьи в настоящее чудо, о котором, кстати, постоянно напоминает старший брат-близнец Тедди Ноа. Желание родителей пожертвовать органы ребенка для врачей стало полнейшей неожиданностью, и настоящим испытанием. Трансплантацию органов новорожденного взрослому человеку в стране еще никогда не проводили. Детские органы вообще редко используются для пересадки. Так что эта история наверняка станет началом новой эры в медицине. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. В Днепропетровске сегодня презентовали документальный фильм о майоре Вихре. Украинца Евгения Березняке, который в годы Второй мировой войны помог предотвратить взрывы в польском Кракове. О нем уже снят художественный фильм, где по сценарию Вихрь погибает. Мало кто из зрителей знал, что на самом деле он жил в Днепропетровске. Создатели документальной картины подняли старые архивы и, главное, успели записать с ним интервью. Последний урок Евгения Березняка, так называется, лента, которая рассказывает настоящую историю украинского подпольщика. Продюсер картины, нардеп Александр Вилкул, анонсировал выход фильма в ближайшее время в эфире украинских телеканалов. Евгений Степанович не дожил до своего столетия буквально три месяца. И его слова, сказанные для этого фильма, были его последним интервью. Эти простые слова о важных, но основополагающих ценностях. О мужестве, о любви к родине. И этот фильм, это наш ответ тем, кто в угоду непонятным политическим амбициям пытается переписать историю. Мы этого никогда не дадим сделать. Я все это пережила. Я дети войны. И я это все видела. И я это ощутила. Я очень благодарна, что вот такой фильм поставили. Пусть дети и младшее поколение пусть видят. Пусть все видят. Чем занимаются супергерои на пенсии? Радиация в центре Токио и новинка для яблочных фанов. Об этом и не только в нашем обзоре. Радиоактивную детскую площадку обнаружили в центре Токио. Уровень радиации на отдельно взятом островке достигает 23 микрозиверт в час. Такие показатели фиксируют недалеко от Фукусимы. Видимо материалы, из которых изготовили горки и карусели, привезли из зоны отчуждения. Площадку уже оцепили и ведут расследование. Слишком много тигров бывает. Власти Таиланда начали настоящую войну против буддистских монахов. В одном из монастырей отшельники содержат 150 хищников. Дрессируют их, охотно показывают туристам. И все это без разрешений и без правил безопасности. Тигры потенциально могут напасть на людей. Животных так много, что иногда их нечем кормить. Но пока попытки забрать хотя бы часть полосатых жителей монастыря успехом не увенчались. Толстый Бэтмен и старый Супермен. Британский фотохудожник создал серию портретов о супергероях на пенсии. Они курят сигареты, пьют кофе и сами гладят свои старые костюмы. Некоторые из толстых дам уже не влазят в наряды юности. А у мужчин от мускулов не осталось и следа. Забавный фотопроект призван обратить внимание на человеческую сущность тех, кого обычно считают идеальными. Умные наручные часы от компании Apple поступили в продажу. В Америке и Европе за новинкой очереди. Первые счастливчики хвастались приобретением перед телекамерами. А вот в Азии ажиотажа не наблюдалось. Большинство купило первые часы через интернет. Их стоимость варьируется от нескольких сотен долларов до нескольких сотен тысяч за эксклюзивные модели из драгоценных металлов. Страна часов и сыра самая счастливая в мире. Ежегодный рейтинг ООН возглавила Швейцария. Далее в списке Исландия, Дания, Норвегия и Канада. Несчастные аутсайдеры Бенин, Руанда и Сирия. Украина занимает 111 место среди 158 государств. Россия 64. Индекс чат и авторы рассчитывали по уровню ВВП. На душу населения, продолжительности жизни, уровню коррупции и социальных свобод. И сейчас материал, который мы подготовили прямо во время эфира. Рейдерский захват или исполнение решения суда. Как в Житомире облсовет позарился на здание общественной организации инвалидов. И причем здесь частная охранная фирма. Подробнее Ярослав Кречко. Это здание, Житомирский облсовет и общественная организация не могут поделить уже 10 лет. Все это время разбирались в судах. Сегодня чиновники решили применить силу. В 6 утра Николай Никитович, как обычно, слегка прихрамывая, обходил помещение. Ветеран Афгана, охранник в фонде соцзащиты инвалидов, рассказывает, увидел несколько десятков людей в камуфляже. Они накапливались, накапливались там, никого не пускали. Вот эта вот такая форма сейчас выставлена вместо нас. Вместо нашей охраны. Нас убрали. Сергей один из тех, кого не пускали. Он работает в типографии на третьем этаже. Здесь половина сотрудников, люди с ограниченными возможностями. Подхожу до помещения, не пускают, говорят, дивлюсь, люди в форме, что-то непонятно. Непонятные люди в форме оказались сотрудниками частной охранной фирмы. Здесь они по приглашению областного совета. Это даже дешевше, чем ДСО замовляти. Ну и мы, как бы, с депутатами погодились. Мы не имеем сенсу, чтобы переплачивать. Просто охрана, по сути. Охрана печатала комнату в здании, и ко всем обращалась вот с такими документами. Питание было на начале, чтобы подписывать такую бумагу, мы вас пускаем в здание. Хотя никакого договора нет, ни сколько площадь, ни сколько денег. Вы подписывайтесь, мы потом допишем. Все эти предприниматели арендуют помещения у фонда соцзащиты инвалидов. На эти деньги и живет общественная организация. Я требую за то, чтобы люди отримывали какие-то деньги. Я требую за то, чтобы людям помогли на ликование. Особенно сейчас, когда АТО, очень много взлетают хлопцев, которые приходили оттуда поранены. И депутаты облсовета, и фонд соцзащиты ссылаются на одно и то же решение высшего хвоста суда. Правда, объясняют его каждый по-своему. Первые считают, он вернул здание на баланс облсовета, вторые оставил за общественной организацией. В итоге сегодня центральный вход охраняет частная фирма за деньги облбюджета. А сотрудники фонда пока без проблем заходят через двор. Как минимум до вторника, пока не закончится действие временных пропусков. Ярослав Кречко, Даниэль Косаковский. Подробности, телеканал Интер. Сразу после подробностей в эфире ток-шоу «Черное зеркало». Сейчас, прямо сейчас с нами на связи ее ведущий Евгений Киселев. Евгений, добрый вечер. О чем будете говорить сегодня? Добрый вечер. Вы знаете, минувшая неделя была так богата на всевозможные события, что мы с нашей небольшой командой, со мной во главе, с моим соведущим Алексеем Лихманом, просто, знаете, немножко в растерянности. Хочется все объять, но это все равно, что объять не объятное. Ну, скажем так, разговор сегодня будет о важнейших событиях в политической и общественной жизни страны за неделю, о том, как прошла сессионная неделя в работе Верховной Рады. Ну и, как минимум, мы обязательно поговорим о двух очень важных событиях. Во-первых, это заявление президента, которое он сделал в ходе визита во Францию, в интервью французскому телевидению, о том, что он намерен инициировать референдум о присоединении страны к блоку НАТО. И, второе, непременно поговорим о судьбе Надежды Савченко, которой сегодня предъявлены новые обвинения. У нас в эфире будет выступать один из ее адвокатов, Илья Новиков. Думаю, что сегодня будет интересная передача, так что оставайтесь с нами. Черное зеркало сразу после подробностей. И к концу нашего эфира наша техническая служба сообщила, что нас снова глушат. Это уже не впервые, не только на этой неделе. Это происходит на протяжении последнего года. Как только начинается эфир подробностей, сигнал точечно пропадает почти во всех регионах страны. Мы очень ждем, когда, наконец, правоохранительные органы дадут нам ответ, кто глушит наш сигнал. К сожалению, несмотря на все наши обращения и запросы, какой-либо информации, до сих пор мы так и не получились. Но я надеюсь, что черное зеркало вы все же сможете посмотреть без помех. Я сейчас попрощаюсь с вами до завтра. Хорошего вам вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok